Продолжаем наш выпуск. Который привез делегацию работников администрации Заполярного района и депутатов районного совета. Цель понятна. Контроль, как идет подготовка к осенне-зимнему периоду, что запланировано на объектах жизнеобеспечения сделать, на социальных объектах, какие работы выполняются. Может быть где-то подсказать, что еще нужно сделать. Программа в населенных пунктах стандартная. Осмотр коммунальных и социальных объектов, доклад о работе администрации района за год, встреча с жителями и разговор о проблемах, которых хватает в каждом населенном пункте. К примеру, в Каратайке жители пожаловались на трудности с авиасообщением. Мест на основном рейсе в сезон отпусков не хватает, а дополнительный пускают не всегда. Для решения этого вопроса хватило простого объяснения. Если дополнительный рейс заполняется хотя бы наполовину, Наринмарский авиаотряд предоставит борт. Если жители поселка будут отправляться в путь сообща и записываться на вылет, проблем с перевозками быть не должно. Немного сложнее оказалось ответить на вопрос у жителей Амдермы, когда будет построен православный приход. Строительством, естественно, культового этого заведения администрация заниматься не может и не будет. А все вопросы по согласованию этого участка, по запросу с представителями церкви, они произведены и дальше действительно никуда не пошло. Главу администрации Владимира Чунихина жители поселка обвинили в бездействии. Однако в соответствии с Конституцией церковь в России от государства отделена. И о постройке культовых заведений за счет бюджета не может быть и речи. Амдерминцам следует собрать пожертвования самостоятельно или дождаться решения епархии. В поселке Усть-Кара делегации пришлось взывать к сознательности гражданского общества. Строящемуся детскому саду нужны дополнительные рабочие. Подрядчик готов предоставить людей, но сельчанам на сходе предстояло решить, где разместить еще 20 строителей. Видно на этих встречах, что люди болеют душой за свой населенный пункт. Люди подсказывают власти, люди критикуют власти, люди помогают, общаются. Это нормально. Это нормальный диалог. Те вопросы, на которые нельзя ответить немедленно, записаны. Их предстоит обсудить внутри администрации Заполярного района или вынести на региональный уровень. Основная цель таких встреч – получить ответ на вопрос, куда двигаться дальше из первых рук. Работа властей после каждой встречи будет корректироваться и подстраиваться под запросы жителей Заполярного района.